Программа выходит при поддержке сети магазинов Стройландия, ООО «Строй Сити Ритейл». Каждый человек желает, чтобы его жилище или офисное помещение выглядело стильно и комфортно. Мы все хотим подчеркнуть собственную индивидуальность и создать благоприятную атмосферу. О том, как это сделать с минимальными потерями и с максимальной отдачей, расскажем мы программу «Философия ремонта» и я, Павел Роженков. А еще докажем, что ремонт – это не просто технологический процесс, а целая философия. Сегодня в выпуске вы узнаете, на чем держится дом. Все о сухих смесях. Базой для таких смесей является гипс, известь и все тот же цемент. Просто добавь воды, как правильно приготовить раствор из сухих смесей. Перемешиваем минут пять, пока не получится однородная масса без комков. Пожалуй, самым необходимым атрибутом любого строительства или ремонта являются сухие смеси. На них в буквальном смысле держится весь дом. Сейчас без сухих смесей невозможно возвести стену, сделать ровным пол или потолок, или даже положить плитку. Поэтому к их выбору нужно подходить с особой ответственностью. Что же они из себя представляют? Ранее все внутренние отделочные работы выполнялись при помощи одного единственного стройматериала – цемента. Но прогресс не стоит на месте. И сейчас рынок заполнили сухие смеси различного типа и назначения, которые готовы значительно ускорить и облегчить процесс строительства. Базой для таких смесей является гипс, известь и все тот же цемент. Чем отличаются смеси на гипсовой и цементной основе? Смеси на гипсовой и цементной основе отличаются на значении. Гипсовые используются в помещениях с низкой влажностью, а на цементной основе – более влажных помещений. Сокольные помещения, подъезды. Спектр применения сухих строительных смесей достаточно широк. Посудите сами. Бывают сухой клей, различные виды штукатурки, шпаклевки, наливные полы, выравнивающие составы, а также смеси для черновой и чистовой отделки. Из марок предлагаю подробнее остановиться вот на этих двух собственного производства компании «Стройландия» – «Баупров» и «Хомпров». «Баупров» и «Хомпров» – новая линейка продуктов собственной торговой марки «Стройландия». Наши сухие смеси производятся в России, что позволяет существенно экономить на логистике. Поэтому наши цены гораздо выгоднее относительно зарубежных аналогов. В собственной линейке представлены такие виды продуктов, как клей для плитки, стяжка для пола, кладочные, растворные, быстродействующие и выравнивающие смеси. Сухие смеси продаются вот в таких мешках по 25 килограммов. Они имеют все необходимые сертификаты, а на задней стороне упаковки имеется инструкция по применению. Но главное, что я хочу отметить – к работе с сухими строительными смесями идеально подходит слоган «Просто добавь воды». Как правильно приготовить раствор всяких смесей и есть ли какие-то универсальные правила? Ну, в первую очередь, для приготовления смеси необходимо использовать воду. В нашей компании есть готовые смеси, поэтому необходимо добавление только воды и больше ничего. Замечу, сухие строительные смеси БАОПРОФ и ХОМПРОФ сочетают такие важные качества, как удобство в укладке, адгезия и способность к удержанию влаги. Последний показатель препятствует расслаиванию и создает однородность готового раствора. Сухие смеси не должны содержать такие компоненты, как хлорид кальция и потаж. Это необходимо для того, чтобы раствор, залитый водой, не схватился мгновенно. Важно помнить, что каждая разновидность сухих смесей строго ориентирована. К примеру, сухие смеси для подолков предназначены в основном для заделывания трещин. Они подготавливают поверхность для будущей окраски. Гипсовые смеси имеют небольшую теплопроводность. Они могут регулировать влажность в помещении. Равнители для пола используют только в жилых помещениях. Их применяют в основном перед настилкой линолеума, паркета или плитки на основе керамики. Сейчас мы находимся в коттеджном поселке Малинки, который построила компания «Регион строй керамика» на берегу реки Саратовка в Энгельсе. Сегодня я наглядно покажу вам здесь, как в строительстве применяются сухие смеси. Предлагаю подробно остановиться на укладке плитки. Конечно, прежде чем замешивать раствор, необходимо подготовить наши стены. Запомните, основание для плитки должно быть сухим, прочным и очищенным от клея, пыли, грязи, масляных пятен и прочих веществ. Так как все эти погрешности уменьшают адгезию раствора, и наша плитка попросту будет держаться недолго. Вы видите, что я не с пустыми руками. Это так называемый волшебный инструмент любого строителя – отвес. С его помощью мы измеряем геометрические параметры стен. В случае превышения норм отклонения стен от вертикального положения хотя бы на несколько миллиметров, ее нужно выравнивать штукатуркой. Далее следует воспользоваться водяным уровнем и проверить стены на предмет выпуклостей и вогнутостей. Учтите, такие поверхности, как дерево, бетон или гипсокартон с высоким уровнем водопоглощения предварительно необходимо загрунтовать. Хорошим помощником вам в этом деле станет интерьерная латексная грунтовка «Хоумпроф». Она подойдет как для сухих, так и для влажных помещений. Грунтовать ее можно не только по штукатуренным и зашпаклеванным поверхностям, но и по бетону, кирпичу и гипсокартону. После того, как стены готовы, замешиваем раствор. Раньше плиточники изготавливали его самостоятельно, тщательно отмеряя все ингредиенты на глаз. Как вы понимаете, качество подобного вещества напрямую зависело от навыков мастера. Сумел выдержать дозировку, плитка продержится несколько десятилетий. Пересыпал цемент или песок, работу придется переделывать очень скоро. Отличной альтернативой дедушкиному методу станут сухие смеси. В частности, вот такой клей для плитки. Для внешних и внутренних работ нужен разный клей. Как его выбрать? Разумеется, разный. Все зависит от размеров плитки, от ее плотности. Соответственно, для керамической плитки подойдет наш клей базовый БАУПРОФ, опять-таки ХОУМПРОФ СМ7. Он подходит для всех видов керамической плитки. Обратите внимание на упаковку. На обратной стороне содержится инструкция, которая заключается исключительно в разведении состава водой в нужной пропорции. Также здесь указана еще одна полезная информация о том, сколько сухой смеси понадобится на то или иное количество квадратных метров. Чтобы наверняка не ошибиться, я советую вам брать чуть больше расходных материалов. Сейчас на практике все покажу. Для приготовления смеси берем емкость, в которой будем замешивать клей и ведро холодной воды. Ее температура, согласно инструкции, не должна превышать 20 градусов. Постепенно в воду добавляем клей в указанных пропорциях, а затем приступаем к перемешиванию. Мешать можно как вручную, так и при помощи насадки для специальной низкооборотной дрели. Мы будем вручную. Перемешиваем минут 5, пока не получится однородная масса без комков. Готовую смесь оставляем на технологическую паузу, а она может длиться как 5 минут, так и 20, в зависимости от марки клея. В следующем выпуске программы мы поговорим об акриловых красках. А на сегодня это все. Делайте ремонт со Стройландией и смотрите нашу программу «Философия ремонта». И помните, ремонт – это не стихийное бедствие, а приятные хлопоты, которые несут обновления в ваш дом и в вашу жизнь. Стройландия – одна из крупных сетевых компаний российского рынка строительных и отделочных материалов и товаров для дома. Ассортимент гипермаркетов превышает 30 тысяч наименований. Обои, сантехника, напольные покрытия, керамическая плитка, строительные смеси, лакокрасочные материалы, товары для ванной комнаты, ручной и электроинструмент и многое другое. В 2013 году Стройландия запустила производство линейки товаров под собственными торговыми марками, в число которых входит лакокрасочная продукция, керамогранит, ламинированный пол, бетоносмесители, радиаторы, душевые кабины и другие товары. А в 2015 году Стройландия запустила собственное производство сухих смесей под марками Баупров и Хоумпров. Программа лояльности «Клубная карта» насчитывает более 300 тысяч клиентов. По клубным картам действуют скидки на товары, либо возможно накопить бонусы и рассчитаться ими за покупки. Также все товары покупатели могут выбрать и приобрести в интернет-магазине на сайте компании стройландия.рф Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова